Виновных наказать, ущерб возместить. Мусорная свалка в местности Черкес-Кутан нанесла вред почвам на сумму 20 миллиардов рублей. Более полутора тысяч ДТП. Неутешительные итоги прошедшего года подвели в Госавтоинспекции Республики. Одно из прекрасных мест в стране. Дагестан оказался на 14-м месте среди лучших субъектов России. Меткое попадание в цель. Дагестанские лучники отключились на Кубке и Чемпионате России в Орле. За незаконное удерживание дагестанцев в Центре психологической помощи в Ингушетии возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Республики. В этом учреждении полтора месяца находился житель села Петраковское Хазовертовского района. 15 августа 2023 года к нему домой приехали двое неизвестных из соседней республики. Они представились мужчине с сотрудниками полиции, надели на него наручники и увезли в Центр психологической помощи в поселок Барсуки в Назрановском районе. В настоящее время одного подозреваемого в деле о похищении человека заключили под стражу. Еще одного объявили в федеральный розыск. Сам потерпевший пробыл там больше месяца. Просил меня выпустить. Меня посадили в картер. Содержали в картере. Потом после этого была предпринята попытка побегать отсюда. Нас не выпускают. Мы попались при побеге. Потом меня подвесили на турнике и опять закрыли в картер. В общем, первый раз меня закрыли на три дня. Пять дня я там посидел. Потом второй раз посидел двое суток. Ущерб от стихийной мусорной свалки в местности Черкес-Кутан достиг 20 миллиардов рублей. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. По ее словам, сотрудники службы обследовали территорию и рассчитали сумму вреда, нанесенного почвом. Виновником же федеральный чиновник обозначил Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Материалы дела направлены в прокуратуру, чтобы привлечь допустивших правонарушения к ответственности и возместить ущерб. 348 человек погибли на дорогах Дагестана за прошедший год. Зафиксировано более полутора тысяч ДТП. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост всех показателей аварийности. Неутешительные итоги прошедшего года подвели в госавтоинспекции региона. Говорили и о новых мерах, которые будут предприняты для улучшения ситуации. Подробности в сюжете Тамара Самедовой. Ей слово. Наиболее резонансные ДТП с тяжкими последствиями происходят по вине нарушителей, которые явно пренебрегают правилами дорожного движения. Потому госавтоинспекция Дагестана объявила этот год годом борьбы со злостниками. А их, по данным ГИБДД, около 1700 человек, каждый из которых имеет более 50 штрафов. Злостниками мы считаем тех, кто неоднократно нарушает и не оплачивает административные штрафы, наложенные на них. Есть масса проблем по той категории, которая нарушает, так скажем, латентные правонарушения, которые допускаются водителями незарегистрированных в установленном порядке транспортных средств. Люди, которые аннулируют регистрацию своего транспортного средства, думая о том, что они избежат ответственности. Нет. Мы таких людей вычисляем, даем в ориентировку, задерживаем и выносим все те постановления, которые допущены даже на незарегистрированном транспортном сроке, средства, привлекаемых к ответственности. Самое резонансное ДТП в прошлом году произошло именно с участием злостного нарушителя на федеральной трассе Астрахань-Махачкала. Водитель легковушки, лишенный прав и имеющий около 80 штрафов, выехал на встречную полосу и устроил массовую аварию. Совершая очередной опасный маневр, выехав на встречную полость, допустил столкновение с грузовиком. Это был КАМАЗ, который, потеряв управление от столкновения, протаранил рейсовый автобус «Вольво», где было 25 пассажиров. Это происшествие тогда унесло жизнь восьми молодых людей, в том числе троих детей. Установлено, что виновник происшествия на момент совершения ДТП находился в наркотическом опьянении. Неутешительная статистика по детской смертности. 29 погибших и более 200 раненых. По этому показателю Дагестан, к сожалению, в первых позициях среди субъектов России. Самая первая причина гибели детей является беспечность взрослых. Это нарушение правил перевозки детей и пассажиров. Именно здесь, именно в этой категории 20 из 29 погибших детей – это дети и пассажиры. Они являлись пассажирами транспортных средств. Естественно, это ни в чем не повинные маленькие люди. Тамара Самедова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Дагестан оказался на 14-м месте среди лучших субъектов России. Исследование проводил Институт общественного мнения. Из 3000 опрошенных россиян 15% считает страну гор самым прекрасным местом в стране. Наряду с нашей республикой в ТОП-20 попали еще два региона СКФО – Ставропольский край и Чечня. В ТОПе же рейтинга – Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым. В Муфтияти Дагестана состоялась очередная встреча духовного лидера республики Шейх Ахмада Афандиес, делегации из Казбековского района. В их состав вошли религиозные деятели, общественники и аксакалы. Представители духовенства рассказали о проводимой работе по просветительской и благотворительной деятельности за предыдущий год. Муфтий Дагестана поблагодарил религиозных деятелей за их трудоемкий труд во благо населения. Шейх отметил важность исламского воспитания и образования. Духовный лидер также коснулся значимости сохранения родных языков. С этой целью для учеников летних курсов будут изданы книги на национальных языках. Дагестанские лучники отличились на Кубке и Чемпионате России в Орле. Лучше других на главных внутренних соревнованиях себя проявил Магомед Ариф Мирзаев в стрельбе из длинного лука. Он стал первым на чемпионате страны и выиграл серебро на Кубке. Также золотая медаль в активе Тимура Джабраилова в стрельбе из составного лука. Всего в активе нашей команды семь наград разной пробы. Помимо двух золотых у нас три серебра и две бронзы. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!